Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы. Слова Конфуция как нельзя лучше отражают динамику времени и нововведения, которые с начала года произошли в налоговом кодексе. В первую очередь коснулось это ИП. Предприниматели потеряли право на применение упрощённой системы. Теперь им доступны два режима. По-общему, подоходный сейчас 20% вместо 16. Либо можно оплатить единый налог. В Беларусьбанке с 2016 года действует программа поддержки предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса. С этого года мы кредитуем предприятия и предприниматели на льготных условиях. Для самозанятых появился налог на профессиональный доход. Рассчитывать на него могут белорусы, которые получают прибыль, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников, а также те, кто зарабатывает от использования имущества. Среди преимуществ выгодные ставки – 10,20%, для пенсионеров – 4,8%. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. Нужды в кассовом оборудовании нет. Главное правило – учитывать доход в специальном приложении. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своём желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно предоставлять никакие отчёты и декларации. Изменения не обошли стороной и ремесленников. Например, если в прошлом году гончар или, скажем, мыловар платил 62 рубля один раз в год, то по новым правилам нужно вносить 6, но ежемесячно. Подобный механизм действует и в сфере агроэкотуризма. Владельцам усадеб придётся раскошелиться на 37 рублей. Для сравнения, в 2022 цена вопроса была 31. С 1 января 2023 года у нас введён кассовый принцип отражения выручки от реализации товаров в работу слуг. То есть сейчас в налоговую базу для налога при упрощённой системе организации должны включать все поступления денежных средств, в том числе суммы предоплат, авансов, задатков. На 10-11% повысилась расчётная стоимость одного квадратного метра квартиры. Однако это увеличение мы увидим только через два года. А именно 15 ноября 2024 года, когда наступит срок уплаты за недвижимость за 2023. Что касается земельного налога, то для организации вводится система префайлинга. То есть, если раньше собственники сами предоставляли декларацию, то теперь её будут заполнять в налоговой на основании имеющихся сведений. Далее документ будет направляться хозяину для подписания и отправки в МНС. Дороже стало и содержание собак. За потенциально опасные породы придётся отдать 55 рублей вместо 46. Сбор оплачивается каждые три месяца. За остальных питомцев сумма выросла до 11. Увеличились также суммы, которые не облагаются подоходным налогом. 9 338 рублей вместо 8 078. Это касается прибыли, которая не связана с предпринимательской деятельностью. Речь о подаренных деньгах, пожертвованиях, выплатах, видим, от помощи или по договорам страхования. Кроме того, без похода в инспекцию можно принимать презенты, призы и деньги на оплату путёвок по основному месту работы организации или ИП, если это не больше 2821 рубля.